Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Кто не подписан, не забывайте подписываться. Сегодня у нас стрипсы, которые приготовила я сама. Здесь панировка в чипсах и еще панировка в хлопьях. То есть я смотрела рецепт и по рецепту делала, не пробовала. Посмотрим, вкусно-невкусно. И тут у нас еще такой напиток. Впервые буду пробовать. С арбузом. Вы когда-нибудь пробовали что-то с арбузом? Он еще газированный. Ой, господи. Я заценила. Вообще класс. Здесь совсем мало, но очень вкусный напиток. Приготовила вот такой соус. Кому интересно, если нам с вами понравится, я могу рецепт снять для вас. Точнее, я просто увидела у другого блогера. Приготовила тоже и посмотрим. Макаем в соус. Отличается от того, что мы покупаем обычный в KFC. Но, если честно, это даже вкуснее. Я не особо люблю стрипсы в KFC. Например, если поставить передо мной выбор KFC или Мак, я всегда выберу Макдональдс. Однозначно, мне кажется, стоит снять рецепт. Вообще, на ютубе, возможно, мне кажется, резко уменьшилось количество контента. Раньше заходишь в рекомендации. Столько всего можно посмотреть. Сейчас даже не знаешь, чем заняться. Я думаю, может быть, купить подписку на Netflix. Смотреть там фильмы. Не знаю, почувствовали ли вы. Но я реально почувствовала. Особенно последнюю где-то неделю. Прямо это сильно чувствуется. А еще я заметила, что когда я захожу к зарубежным блогерам, у меня выскакивает реклама. А когда я захожу к российским блогерам, у меня не выскакивает реклама. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас. Может быть, это чисто у меня так. Но я заметила эту особенность. Насчет стрипсов это, конечно, нечто. Это реально очень вкусно. Покупные стрипсы. Они тоже очень вкусные. Но там проблема в том, что они какие-то супер жесткие. А эти прям тают во рту. Я вчера вечером замариновала все, приготовила. Сегодня прям быстренько все это окунула в сухарях и в духовку. То есть быстро можно приготовить такой домашний фастфуд. Вы делаете здесь вопросы? Перед видео немножко полистала их. И тут Кристина задает вопрос. Типа, расскажи какую-то интересную историю. Я пока красилась и думала, какую интересную историю я вам не рассказывала. И вспомнила одну. Она приключилась со мной лет назад. Пять назад. Тогда оплата карты была не сильно распространена. Точнее, ее почти нигде не было. И у нас есть такой рынок. Оптовой рынок. Туда приезжают женщины из Дагестана. Закупаются. И увозят потом. Оптом покупают. И в розницу потом продают у себя там. На родине. В общем, это такой рынок. Он просто огромный. Это, наверное, где-то 10 гектар земли. И там есть все, что угодно. Просто, когда ты едешь туда, ты возвращаешься просто как выжатый лимон. Тогда у меня еще канала не было. Я не помню, нам с мамой что-то нужно было. По-моему, я только маникюром начала заниматься. Или что-то такое. Сейчас просто на каждом углу продают и лампы, и гейлаки, и все, что угодно. А раньше не так было. То есть не было такого обилия. Надо было обязательно ехать в этот Седерак, чтобы там купить все это. То есть, например, сейчас я гейлак покупаю просто в магазине, в косметическом около моего дома. Раньше людей, которые занимались этим, на дому было не так много. Поэтому, наверное, невыгодно было. Или еще что-то. В общем, когда я только-только решила начать делать ногти, мы пошли с мамой. Я уже много чего купила себе. Но кое-что надо было докупить. В общем, мы купили. Продавец дает сдачу. Мама не пересчитывает эту сдачу. Кладет в кошелек. Мы выходим из магазина. Там, знаете, такие небольшие магазинчики. Зашли в этот, потом в этот. И так вот весь ряд проходимся. Мы зашли в другой, вот прям соседний магазин. И вбегает этот мужчина. И говорит. Я вам дал слишком много. И мама такая, в смысле? Чего ты дал слишком много? Типа сдачи дал много. А мама не пересчитала. Засунула в кошелек. А в кошельке уже были деньги. И мама точно не помнила, сколько денег было. Он такой говорит, что вот вы увидели, что я дал больше. Не подали значения. И так далее. И попросил у нас энную сумму назад. И я вот до сих пор прошло пять лет. Не понимаю, обманули нас тогда или все-таки нет? Или действительно человек ошибся и буквально через четыре минуты понял, что он ошибся? Бывает ли такое? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ну, потом пришли домой с мамой. Начали обсуждать, записывать все, что мы купили. Сколько у нас было денег с собой. Проблема в том, что мама не помнила, сколько денег конкретно мы взяли с собой. Ну, у нее просто в кошельке были деньги. Мы пошли. Сколько конкретно, мама понятия не имела. И вот до сих пор, спустя пять лет, у меня в голове это крутится. И я вот думаю, меня обманули тогда или нет. Может, действительно человек дал больше сдачи. Но он так, знаете, подозрительно наезжал. Что поэтому у меня закрадывается ощущение, что все-таки человек нас обманул. Но опять же, я не могу брать грех на душу и говорить, как оно было на самом деле. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на этот счет. Может быть, я просто не в курсе. Это такая схема развода. Но с другой стороны, продавец, который работает в этом магазине, неужели будет так рисковать, позориться и так обманывать. И вообще, в магазинах, когда что-то покупаю, когда оплачиваю наличко, я не знаю, как вы, я никогда не смотрю, сколько мне дают сдачи. Вот никогда. Даже особо на чек не обращаю внимания. Сколько там, сколько мне сказали, а сколько мне дали, а сколько вернули. Я в последнее время вообще расплачиваюсь карты. Хотя мама намного внимательнее. Однажды маме ватные диски пробили три раза. А одни и те же ватные диски. Там, видимо, компьютер заглючил, или как я это объяснить, просто не могу. Неужели кассир специально три раза пробивал одни и те же ватные диски? Ну, это нелогично. А сейчас в последнее время, когда карты оплачиваю, вообще не обращаю внимания, сколько сказали, столько и сказали. Однажды в магазине мужик ругался, ему, короче, ананасы пробили по цене, нет, огурцы пробили по цене ананасов. И он пришел ругаться и говорит, почему же наоборот не бывает? Почему вы ананасы не пробиваете по цене огурчиков? Ну, с другой стороны, зачем кассиру вообще тебя обманывать? Ну, любой человек может ошибиться. Это просто человеческий фактор. У меня тоже, когда я в строительной компании работала, я нечаянно написала один нолик больше, и там был просто такой кипиш из-за этого одного нуля. Поэтому как-то так. Ошибка это нормально, мне кажется. Я поела. Что я могу сказать насчет стрипсов? Они очень вкусные, но они сытные, их много не съешь. Я вот сейчас прям наелась, обожралась, и соус такой обалденный просто. Обязательно для вас сниму рецепт. Если у меня не получится, мама, наверное, снимет. Я потом смонтирую. Вот, посмотрим, как получится. Всех люблю. С вами была Айка. Берегите себя. Пишите свои истории в комментариях. Мне реально очень интересно читать, когда вы пишете что-то про себя. Вот как вам интересно меня слушать. Мне тоже интересно читать ваши комментарии. Чем просто в комментариях написать какой-то смайлик, лучше напишите что-то прикольное, интересное, историю какой-то из жизни. А самую интересную историю я обязательно закреплю, как всегда. На этом все. С вами была Айка. Пока.